И все так, видимо, и будет продолжаться, если что-то не изменится хотя бы в нашем российском образовании. Глава Рособорнадзора, человек, который, по-моему, вообще никому особо не известен, Анзор Музаев считает... У нас есть такой, да, администр? У нас есть такое ведомство. Да, я тебе сообщаю. Это Рособорнадзор. У нас вот Министерство образования, Министерство просвещения не хватает, нужно еще Рособорнадзор, да. Так вот, его глава Анзор Музаев считает, что единый государственный экзамен надежен и объективен. Да, вот так вот. В ходе прямой линии... Сейчас, если у тебя есть пакетик для тошноты, приготовь его. В ходе прямой линии Единой России с родителями и старшеклассниками он заявил, что вообще не видит альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы. Молодое поколение, говорит чиновник, понимает, какие возможности дает ЕГЭ, что те штампы, которые на него навешивают, это уже действительно штампы. Я тебя предупреждал про пакетик. По его мнению, ни у одного школьника в России не возникает сомнений в том, что экзамен проводится справедливо и объективно. Под долами автоматов, видимо. Своё выступление он закончил, отчитавшись о готовности ведомства к проведению экзамена на федеральном и региональном уровне. Он заверил, что у них есть и бумага, и картриджи. И всё это лежит в пунктах проведения экзамена. Значит, опасения родителей и старшеклассников, возникшие на фоне недавних новостей о дефиците бумаги, значит, он, в общем, беспочвенно. Прекрасные слова. Не, ну человек живёт в своём мире, хотя на самом деле не надо принижать его интеллектуальные возможности, он всё прекрасно понимает, у него просто задача другая. Ему нужно врать. Он должен прийти и наврать. Он должен навешать лапши гражданам, чтобы те, ну, каким-то непонятным чудом повелись на эту просто бредовую какую-то, там, бредовый набор слов. Слушайте, у ЕГЭ нет альтернативы. Если говорить с точки зрения перспектив власти, то это на 100% правда. Им нужны глупые, необразованные люди, которые не смогут понять, что на самом деле происходит в стране. Грубо говоря, у власти есть жизненно важная задача снизить интеллектуальный уровень своей молодёжи, потому что по-другому их будет невозможно обмануть. Они должны вырастить глупое поколение, потому что они не смогут рассказать, что эта грабительская политика на самом деле добро, и там наверху, значит, желают добра, и во всех бедах виноват Обама с Трампом, с Байденом. Ну, вот, вот, с точки зрения этих задач ЕГЭ нет альтернативы. Ну, только вообще закрытие школ. Ну, вот, ну, тут, наверное, да, он с нами говорил искренне, но он-то говорил не в этом ключе. Он говорил, что вот ЕГЭ, значит, справляется со своими задачами. Какими задачами? Эта баллонская система снижает качество образования. Эта система, для чего она изначально делалась? Для того, чтобы типа бороться с коррупцией, чтобы, значит, выпускники смогли поступить в любое учебное учреждение, потому что вот они умные, и у них, значит, там должны быть барьеры эти устранены. Ну, мы же с вами видим, как некоторые регионы нашей страны сдают там просто 100% результатам. Таких результатов ни в одном регионе нету. Ну, это же коррупция. Очевидно же, да, что это просто тупо коррупция. То есть то, ради чего создавалось, не сработало, нету других плюсов у этой системы. Власть это делала для того, чтобы победить коррупцию в среде абитуриентов, чтобы не занимали учебные места люди, которые там неграмотные, но с богатыми родителями. Вот этот вариант провалился к чертовой матери. Поэтому, смотрите, на другие стороны темы ЕГЭ. Когда берут выпускников школьных, везут непонятно куда, они там часами стоят в коридорах, а это, простите, это лето, это жарко. И они не могут ни влево, ни вправо, ну, это же, это просто, это очень унизительно. Это очень большой стресс для ребенка. Потом, значит, их сажают там в туалетах, убирают двери, там чуть ли не с камерами за ними смотрят. Это унижение чести и достоинства гражданина. Это запрещено Конституцией. И вот этот венец, да, когда ребенка штрафуют в суде, полиция его везет в суд, если он списал на ЕГЭ. Ну, это просто даже, они переплюнули фашистов. И нам выходит человек, я посмотрел бы, в каком доме Рублевки он живет, или на каких мехах там существует его, значит, супруга или мама. Но очевидно, что этот человек находится не для того, чтобы развивать образование в нашей стране. Создали еще одну дублирующую чиновничью структуру, сделали Министерство образования, потом МАУ, Министерство просвещения, потом сделали департамент, потом сделали вот эту вот фигню Рособорнадзор. Рособорнадзор пусть ездит в туалет волгоградский, который засняли родители, который как после бомбежки к чертовой матери, куда дети каждый день вынуждены ходить и дышать этими канализационными стоками. И свою деятельность вот там вот направят положительно, но у него другая задача. У них не стоит задача развивать систему образования, они должны прикрывать катастрофу. Их задача отказаться от советской системы образования. Об этом говорил Греф, помните, на одном из форумов, в очень крупном форуме, не стесняясь ничего, он говорит, что мы не сможем людьми управлять, если советская система будет существовать. Она неэффективна. Нам в действующей системе Российской Федерации нельзя такую систему иметь. Люди очень умные. Он говорит, ими очень сложно управлять, поэтому надо ее всячески изворотить. И из-за этого они сокращают расходы на образование. Они ежегодно снижают доходы, расходы из бюджета. Они в этом году сейчас, блин, мне сейчас сложно сказать, на какую сумму, там десятки миллиардов рублей они забрали у образования. И дали это силовикам эти деньги. Какой будет результат? Понятно, что это скажется на качестве подготовки школьников дошкольного образования. Потому что учителя будут получать недостаточную зарплату, они должны будут брать новые ставки, обязанности на себя. И, естественно, это будет снижать качество образования. Школы и здания, основные фонды будут изнашиваться, будут приходить в непотребный вид. Это также скажется на системе образования. Ну и, в конце концов, результат будет получаться, исходя из ЕГЭ. Что люди будут с неправильным, значит, их подготовка будет страдать и снижаться. Кто от этого победит? Единая Россия, которая проводит прямые линии и врет собственным гражданам о том, что их все устраивает, альтернативы нет, все хорошо. Ну а что они еще скажут? Ребят, мы провели систему образования, чтобы ваши дети были тупые. Но понятно, что такой искренности нам от них ожидать не стоит.